Ну и теперь, как вот мы вчера анонсировали в Фейсбуке в нашем Авторадио ОАЭ, расскажем весьма-весьма интересное. Не так давно мне вот удалось познакомиться с очень интересными людьми. Кстати, у меня к тебе вопрос, Ян. Что ты знаешь о нумерологии? К своему статусу должна признаться, что не так много, как, наверное, хотелось бы. Я знаю, что это что-то связанное с цифрами. Но это не алгебра, заметь. Да, что эти цифры могут сказать что-то большее, чем обычно я вот в них вижу. Да, так вот, как выяснилось, нумерология очень интересная штука. В общем, познакомился я с одними из самых известных нумерологов мирового уровня. С людьми, которые при помощи цифр могут кардинально поменять твою, мою, я не знаю, ну и вообще. Да, в принципе, ну конечно. При помощи цифр. В принципе, любую жизнь. Ну или, может быть, не поменять, а наладить или подкорректировать. Но это уже вопросы терминологии. И что, и как, расскажи. Ну, вообще, все про меня рассказали, в общем-то. Ну и справедливости ради, хочу с гордостью заметить, что особо мне так менять-то, в общем-то, ничего и не надо. У меня и так. Идеально. Нет, ну да идеала мне, конечно, далеко, но тем не менее. Давайте лучше о том, что такое нумерология. И расскажет нам об этом мастер своего дела, эксперт-нумеролог Клара Кузденбаева. Меня зовут Клара Кузденбаева, да. Я вообще эксперт-нумеролог. По первому образованию я экономист, математик. По второму психолог. Два года назад я получила доктора психологии от ЮНЕСКО. Я не писала диссертацию. Звание было присвоено за достижение, за труды. Хотя, на самом деле, я всегда проговорю о том, что в первую очередь я эксперт-нумеролог. То есть я человек, который работает с цифрами. Почему? Потому что любые события, которые возникают в жизни человека, любые события возникают в жизни страны, с позиции цифр можно рассказать. Потому что всё-всё-всё можно систематизировать цифры. Цифры, они живые. Всё, что нас окружает, это цифры. Поэтому нумерология – это полный аспект человеческой деятельности. Всё-всё, что охватывает жизнь человека – это цифры. То есть характер, привычки, склонности, сильные и слабые стороны можно рассчитать. Вопросы воспитания детей, выбора профессии, выбора партнёра, выбора для людей бизнеса – это очень важно, коррекция персонала. Что касаемо здоровья, просчитать удачные периоды операции, косметических операций, пластических операций, косметических процедур. Также, что касаемо выбора няни. Это очень важно, потому что, не дай бог, впустить в жизнь человека, ребёнка, который деспотом. Также, что касаемо профессиональной деятельности, я говорила, что выбора профессии, предназначения. Поэтому нет ни одной деятельности, на которую нумерология путём расчётов отвечает. Нумерология не имеет никакого отношения к гаданию, это не гадание, это расчёты, это прогнозирование. И поэтому, когда человек знает свои сильные стороны, слабые стороны, он может свою жизнь корректировать, менять к лучшему. Мне кажется, что мне тоже особо ничего менять в своей жизни не надо, потому что меня всё устраивает, полная гармония во всём. Ну, слушай, с другой стороны, однажды утром ты проснёшься и вдруг поймёшь, что оранжевый больше не твой любимый цвет. Ты хочешь, чтобы был синий, например, ну или, я не знаю, фиолетовый, пурпурный. Меня вчера спросили, какой бы цвет я предпочла, если бы не оранжевый, и я прям задумалась и поняла, что ответы на этот вопрос я не знаю. Представляешь, чёрный внезапно, ходила бы девочка год такая. Так, самое интересное всё равно впереди. Муж Клары, Владимир Кузнецов. Он пошёл немножечко дальше в своих исследованиях, и сейчас он нам об этом сам расскажет, собственно. Меня звать Кузнецов Владимир. Я ученик Клары Кузденбаевой, чем естественно и горжусь. Мы уже семь лет вместе живём. И на базе нумерологии я разработал новую науку, если так можно назвать. Она называется виту-математика. Виту-математика – перевод математика жизни, то есть по которой можно просчитывать жизнь. Иными словами, основная тема виту-математика – это нумерология. На базе нумерологии было создано ряд интересных методик и определений, как можно корректировать ситуацию. Одно дело, можно рассказать, какой психотип человека, направить ситуацию, сказать, вот здесь попробуй, здесь поменяй, здесь поменяй. Но в большинстве случаев мы ленивые все. И поэтому заставить себя работать, и многие говорят, что можно ли поменять судьбу. Да, можно поменять судьбу. Своим трудом, своим упорством, своей усидчивостью можно поменять многие вопросы, которые нас окружают не только себя лично, но и многие ситуации, которые вокруг нас, можно менять. И поэтому в основу лежат очень интересные моменты, потому что мир, ощущаем мир сегодня в этом миру. Мы ощущаем, первое, тактильно, пока мы не потрогаем или иными словами не услышим. Это нумерология, которая показывает цифры и говорит, поэтому мы такие. Второе, мы ощущаем, видим ситуацию, цвет. На базе этого индивидуально составляется мандала. Мандала – это определенный цветок души нашей. И как бы там ни было, сколько ни составлял уже мандал, мы смотрим на эту мандалу и видим себя. То есть иными словами, мы можем говорить с собой, общаться и видеть, получать удовольствие. Сегодня мандала сделана в виде картины и сделана в 3D. Перейдем к следующему. Мир мы воспринимаем еще ушами или звуком. На этот счет тоже разработана специальная методика, которая пишет музыку, создает музыку, вернее, индивидуально для каждого, благодаря которой мы слышим себя. То есть, видите, уже мы пощупали, посмотрели и услышали себя. Эта музыка, она создается как на релаксацию для отдыха, так же музыка создается для себя как бы взбудораживать, взбодрить. То есть, два варианта прописываются, и человек, независимо от себя, уже получает слышать себя и заряжается энергетикой. Соответственно, вот уже три аспекта. И четвертый аспект – это душа, о которой много все говорят, и она действительно есть. И поэтому происходят такие вещи. В основу витаматематики я положил такую методику Рейки. Рейки – это довольно-таки молодая методика, которая позволяет нам отключаться на определенные периоды, заходить в приграничное состояние между сном и бытием. Это называется медитация. Как бы не сомневаюсь, что наши слушатели знают об этом. И делать такую медитационную практику, работать над собой в тот период, когда мы устаем. Иными словами, когда мы отключаемся и переходим в это состояние, идет поток энергии. И непонятно, что больше. Или мы получаем эту энергию, и параллельно мы убираем эти крючки, как говорят психологи, независимость. Когда мы расслабляемся, убирается лишнее, а приходит новое. И вот это интересная такая медитация, которая позволяет нам восстанавливаться. И все вместе, когда объединяется, все это трактуется, получается очень сбалансированная такая методика, которая позволяет нам продлить свое благополучие в этом среднем миру, который называется сегодня. Потому что по всем историям существует теория струн, можно на эту тему много говорить. И сегодня ученые готовят на эту тему уже прорыв очень серьезный. И Далай-Лама говорит на своих учениях, что, и я повторюсь, что наша жизнь сама примитивная. И вот как говорила Клара, был такой кроникер ученый, который говорил, целые числа придумал Создатель, Бог. Остальное все мы сами. Мы накидали, накидали, чтобы не было скучно. И сегодня Далай-Лама на своих учениях говорит, и в принципе я сам присутствовал на этих учениях, потому что это не религия, это учение. Он говорит, что наша жизнь как кипяток, чистой воды, которая кипит. Если мы добавим туда немножко заварки, кипяток становится вкуснее. Вот так религия для нас является тем чаем, который заваривается, чтобы нам было вкуснее. И вот по этой философии, о которой мы говорим, если мы представим, что все вот именно мы сами себя украшаем, как религия, как наша чистота духовная, наше физическое состояние, все это дает нам продвижение вперед. Или кто не хочет работать, опускается вниз и, соответственно, ну что, на кого пенять, да? Ну судьба такая. Да нет, можно менять все. Ничего себе, мне кажется, я абсолютно зря манкировала математику, уроки математики. А ты прогуливала, наверное, да? Нет, я отсутствовала, как это сказать? Ментально? Да, ментально отсутствовала. А вот видишь, как оно. То, что нам с тобой, ну в принципе я-то тоже тот еще математик, то, что нам с тобой никогда не давалось ни в школьной программе, ни в университетской, оказывается и есть вот то самое тайное знание. Мы попросили Владимира рассказать чуть подробнее, собственно, о витоматематике. И вот что он... Витоматематика. Витоматематика, да, та самая наука. И вот что он нам поведал. Ну, витоматематика помогает себя гармонизировать, структуризировать, определять свое бытие здесь и сейчас, сохранять, это будем называть такое, ну, холодную голову, в каких-то моментах горячее сердце. А самое главное высвобождаться от механизмов влияния, которые нас окружают со всех сторон. Если мы родились с рождения, нам уже говорят, вот эту ложку держи вправо, а ты левша, почему? И вот это все, надо делать так, надо поступать так. Да, какие-то моменты, они правильные, но когда мы становимся возрослее, вот этих крючков, механизмов влияния накатывается на нас еще больше. И если мы научимся определять ситуацию, кто-то тебе сказал еще в детстве, у тебя большой рот, особенно девушки, это раньше, да, у тебя большой рот, большие губы, ты, значит, некрасивая, да, или кривые ноги, или что-то еще. И представляете, сколько нюансов, или когда родители там, или говорят, ты балбес, да, ты неумный, да, это, это. Представляете, какой большой ворох информации на человека отрицательной энергии накатывается. И человек живет с этим. Ну, когда мы учимся работать над собой, смотреть на себя, я уже не буду повторяться, слушать себя, смотреть, считать цифрами, да, тогда мы себя высвобождаем, мы как бы вылазим из этой скорлупы и смотрим на себя с другой стороны. И вот эти какие-то моменты продвижения себя в этой жизни, да, они наступают уже просветлением. Иногда люди, я как психолог тоже с образованием, приходится иногда работать с людьми, которые очень тяжелые. Они не видят мир светлый, они только черные. И вот иногда 3-4 встречи происходят, иногда 5, когда человек говорит, о, я вижу цветное, я вижу цветные картинки, я вижу цветное. И человек в восторге, что мир такой. То есть в большинстве случаев мы будем говорить, что вот этот механизм влияния, который над нами давлеет, а мы высвобождаемся с помощью вот этой технологии. Мир управляется двумя механизмами, страхом и верой. Страх – это простая ситуация, когда всех можно напугать автоматами, пулеметами, загнать в какой-то барак. Да, это нормально для тех, кто управляет. Страх – это хороший механизм. Но вера – это такой механизм, который очень долго, его надо растить. Но когда человек проходит через веру, со своими правильную именно веру, я включаю сюда и религию, и все остальное, человека нельзя победить. Он тогда становится свободный, правильный, и он дольше живет, больше радуется, больше приносит окружающим пользу. Он уже не готов на подлости какие-то, на другие. Сегодня квантовая физика скоро даст большие ответы на эти все темы. Почему я математически это все просчитывал? Вот есть 15 жизней у человека, и можно посчитать любого человека, какая жизнь у него, какая реинкарнация. И это все математически просчитывается, доказано. У меня есть выкладки за 2000 лет, выше 15-й жизни не считается, нету их. И поэтому здесь средний мир, как детский сад. Мы здесь воспитываемся. Начинаем с одной, там жизни пятая, шестая, седьмая, восьмая, как в играх компьютерных. Почему компьютерные игры строятся так, таким путем? Ну, потому что мир он такой, он, и мы берем вот эту информацию, считываем, как вот этот мир, и получаем ее. И все компьютеры, все механизмы, все строится на принципах понимания этого мира в виде нас. И вот этот аватар, душа, она приходит, управляет, тело умирает, аватар переходит в другое, а душа воспитывается, она бессмертная. Она переходит, переходит в другие измерения, в другие состояния. Ну, поэтому все как бы просто легко объясняется. На самом деле, еще раз повторюсь, чтобы мир не был таким примитивным. Мы все это сами придумываем себе, загоняем в голову себе все вот эти проблемы, все это, потому что не учат в большинстве случаев радоваться, да, принимать самостоятельные решения, потому что правящим на сегодняшний день, лидерам, которые правят, да, им выгодно подчинять и управлять. Ну что, я всегда поражался, сколько всего непознанного вокруг, причем в обыденных, казалось бы, вещах, и в буквах, и в цифрах, и вообще в чем угодно. Надо взять на заметку и как-то внимательнее смотреть на вещи, может быть. Главное, обладать нужными знаниями, и тогда перед тобой какие-то совершенно, казалось бы, бытовые вещи, которые ты воспринимаешь как нечто такое совершенно ничего не значащее, вдруг раскрывается в совершенно новом виде. В любом случае, огромное спасибо Кларе Куздинбаевой и Владимиру Кузнецову за то, что поделились с нами вот этими интереснейшими знаниями. Мы продолжаем здесь шоу «Доброе утро, Эмираты». «Доброе утро, Эмираты». «Авторадио». «Авторадио». Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова